Добрый день! Насколько хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если слышите меня хорошо. Ага, вижу, что плюсики появились. Прекрасно. Ну, тогда мы начнем наш сегодняшний вебинар. Вебинар посвящен библиотечной системе «Книгафонд», о которой мы тоже рассказываем в рамках наших вебинаров. Ну, а для начала я, как всегда, несколько общих слов скажу. Ну, во-первых, все материалы нашего сегодняшнего вебинара доступны в окошке ресурсы. Окошко ресурса, если у кого-то оно не открыто по умолчанию, его можно открыть следующим образом. Сейчас я нарисую. Вот примерно в этом направлении, смотрите, есть кнопочка в виде желтой папочки. Там располагается ряд ваших инструментов, поднятая рука, смайлик, и третий располагается по счету, вот эта вот кнопочка. При нажатии на нее последовательно открывается, либо закрывается вот это вот окошко. Вот можете сделать это окно открытым, ну, по крайней мере, на тот срок, пока вы хотите скачать что-то оттуда. Там располагаются два сегодняшних, две сегодняшних презентации и план вебинаров на оставшееся время. Те из вас, кто ходит на наши вебинары регулярно, ну, во-первых, спасибо вам за это. Вот для вас эта информация, план вебинаров. План вебинаров по мере продвижения во времени по этому списку, он слегка изменяется, что-то переносится, что-то новое появляется. Вот, ну, сильно мы от нашей линии проведения вебинаров не отходим, но, тем не менее, изменения кое-какие есть. Мы эти изменения стараемся анонсировать во всех наших средствах доступа к вам, в рассылочках, в новостях, но, тем не менее, не до всех они доходят. Поэтому, пожалуйста, скачайте этот план вебинаров в виде PDF-файла и ориентируйтесь уже на него. Пару слов о том, что вас ждет в ближайшее время в соответствии с этим планом. Вот тут я хотел бы проанонсировать. Завтрашний вебинар, завтра вебинар, который будет вести Юрий Николаевич Белоножкин, посвящен электронному обучению и называется «Вовлечение и мотивация к обучению» от «Должен и надо» к «Могу и хочу». Вот на этот вебинар я вам на регистрацию сейчас дам ссылку в чате. Вот она. Ну и второй вебинар, который состоится в пятницу, вот тут как раз состоялся перенос вебинара, который должен был быть в пятницу, и вместо него будет другой вебинар. Точнее, тот вебинар, который должен был быть, он пройдет в ноябре. Вот. А вместо него будет другой вебинар. Сейчас я напишу его название и ссылочку на него. Этот вебинар посвящен нашему проекту, который называется «Библия школа». Вот так вот этот вебинар называется. И сейчас дам на него ссылочку. Вот ссылка на регистрацию. Этот вебинар касается прежде всего работников школ, колледжей, а также вузов, в составе которых есть школы и колледжи. Прежде всего им будет интересен. Ну и, наверное, не только им. Мы ждем любых слушателей, которые заинтересуются данной тематикой. Это вебинар о коллекции, которые есть у нас в «Библиошколе». Это коллекция книг, рекомендованных Минобранауки, включая так называемую «Золотую» или «Президентскую сотню» книг, которые рекомендованы для чтения в школе. Вот. Ну и, как всегда, я хочу рекомендовать вам, прежде чем мы приступим, собственно, к вебинару, наши ресурсы для связи с нами. Это, в некотором смысле, это можно назвать образовательными ресурсами. Это наша страничка на Facebook, если кто-то является пользователем Facebook. и сейчас я отвечу на вопрос. И наш канал на YouTube, в котором, в частности, сохраняются все наши вебинары, которые мы проводим. Вот ссылочка на наш YouTube-овский видеопортал. Файлы из ресурсов не сохраняются. Вопрос. Светлана Всеволодовна... Прошу прощения, Всеволодовна... Что-то у меня с языком. Наверное, надо было потренироваться перед тем, как начинать вебинар. Провести традиционную тренировку для ведущих. Я хотел бы отметить, что для того, чтобы скачать, надо нажимать не на название, а на изображение кнопочки. Для того, чтобы скачать презентацию или документ, надо нажать на изображение дискетки, которая находится слева от названия файла, а не на само название этого файла. Ну что ж, коллеги, давайте пойдем вперед и займемся... Да, не за что. Это, к сожалению, традиционная ошибка пользователей вебинара от Мирополиса. Не знаю, почему они до сих пор ее не исправили, но вот, как правило, на каждом втором вебинаре такой вопрос возникает. Итак, пару слов о книгофонде. Ну, как вы знаете, у нас уже был вебинар, который вел Константин Николаевич Костюк, руководитель компании Директ Медиа, который сейчас принадлежит ЭБС книгофонд. И он, скажем так, философски описал вот это вот сосуществование у нас двух ЭБС. Ну, поэтому я только вкратце коснусь этого вопроса. Не буду говорить об экономической предыстории, она... Ну, это не так важно. Важно то, что вот в результате сжатия рынка ЭБС, которое произошло по нескольким причинам. Во-первых, из-за экономического кризиса. Во-вторых, из-за отмены приказа 1953 на рынке ЭБС произошли некоторые слияния. И вот благодаря этому у компании Директ Медиа оказалось две системы. Мы, в общем, размышляли над тем, как произвести это слияние лучше. И, в конце концов, пришли к выводу, что две системы как были, так и будут у нас сохраняться. Они не будут сливаться в единую систему. Что как у одной системы, университетская библиотека онлайн, так и у книгофонда, есть свои преимущества. Преимущества, связанные как с контентом, так и с интерфейсом, пользованием этой системы. И, наконец, из... Так, что-то хотел сказать и переключился на вопрос. Сейчас скажу. Так и со способами комплектования. Да, вот вижу вопрос, как сохранить адрес из чата. А вы на него просто тыкните, откроется в новой вкладке этот адрес. И вот оттуда уже из области адреса вы сможете сохранить адрес, как вам угодно, в вашей закладочке или еще как-то. Так вот, ну, тем не менее, совсем оставлять эти системы независимыми друг от друга мы не стали. Мы решили так вот обменяться положительными чертами. Ну, и, в частности, дополнить книгофонд новым контентом, который есть в университетской библиотеке онлайн. В основном это учебный контент, а не контент из общей области. Как известно, книгофонд всегда был силен своей частью, связанной с литературой общего плана, неправной литературой, литературой, принадлежащей классике, букинистической литературой. Ну, а мы существенно дополнили состав книгофонда книгами учебных издательств. И вот вы видите, вот тут Высшая школа экономики, Владос, Химиздат, Белый город, Сибирская благозвонница, Акватерм, Книжный мир, Белорусская наука, Высшая школа, Институт философии Иран, Языки славянской культуры и так далее. И это произошло, это вот только некоторая часть издательств присоединенных, которая за лето к нам присоединилась в книгофонд. Сейчас уже вот здесь даже немножко устаревшая информация, 160 тысяч книг, по-моему, уже больше 170 тысяч в книгофонде в настоящий момент. Удобство книгофонда состоит прежде всего в его интерфейсной простоте для студентов и для преподавателей. Ну и, конечно, для библиотекарей управлять им тоже достаточно просто. Университетская библиотека онлайн – это все-таки такая более продвинутая, но и с точки зрения интерфейса может быть более сложная ЭБС, а книгофонд прост и этим хорош. Я не пытаюсь сейчас противопоставить эти две системы, я просто хочу сказать, что кому что нравится. Вот для тех, кто выбрал книгофонд, и для кого простота важнее, вот сегодня мы проведем такой простенький рассказ о функционале и интерфейсе этой системы. Давайте сначала коснемся той части, которая важна для обычного пользователя, то есть для студента, для преподавателя, который может в основном только читать и производить какие-то простые действия. И после, вкратце, я расскажу о том функционале, который есть у библиотекаря. Да, я совсем забыл отметить. У нас сегодня в чате находится Алексей Архангельский, который у нас в компании отвечает за направление книгофонда. И если я по каким-то причинам не смогу ответить на ваши вопросы, то он как держатель основных знаний по этой проблематике, он вам ответит в чате. Или я его явно попрошу, или он сам это сделает. Можете прямо в чате задавать ему вопросы, если посчитаете нужным. Это ваш менеджер главный, который ведет систему книгофонд, если вы будете с нами сотрудничать по этому направлению, или если уже сотрудничаете. Итак, ну, во-первых, как можно зарегистрироваться в книгофонде? Есть три способа регистрации. Это через карточку, через пин-код карточки, конечному пользователю я имею в виду, через IP-адрес. Это когда ВУЗ подключается по IP-адресу, и, соответственно, все студенты и все сотрудники ВУЗа имеют возможность с территории ВУЗа, не проходя идентификации, попадать в систему. Ну и последний способ. Это способ, аналогичный карточкам, но когда карточки физически не раздаются, а ВУЗ ответственному лицу высылается Excel-файл с пин-кодами этих карточек, и тогда это происходит аналогично процессу входа с карточки, регистрации с карточки, но просто карточка у вас, ее на руках нет. У конечного пользователя есть просто вот такая вот виртуальная карточка, информация о ней. Вот, я на процессе регистрации сильно останавливаться не буду, но он достаточно тривиален и очень похож для всех систем. Ну, не буду здесь повторять, всегда говорю, что при регистрации надо вводить именно свой актуальный адрес электронной почты. Это важно, потому что на эту почту будут приходить уведомления различные, вам иногда надо будет на эти уведомления отвечать. Не буду говорить, что важно вводить свою полную фамилию, имя, отчество с тем, чтобы потом удобнее было вас идентифицировать в системе не по каким-то кличкам и никнеймам, а именно по вашему имени. Когда много пользователей в системе, конечно, это важно. Ну, и последнее, это общие соображения безопасности о том, что ваш логин в систему должен быть мнемоническим, а пароль, наоборот, должен быть антимнемоническим, то есть быть достаточно сложным. Вот. Да, конечно, но для того, чтобы... Отвечая на вопрос, если мы от ВУЗа, у нас доступны файлы только из тены университета, книги положены на полку у вас у себя дома, я посмотреть смогу? Да, вы сможете, если вы выберете способ регистрации через пин-коды, а не через IP. Если ваш ВУЗ решил упростить себе задачу и зарегистрироваться только через IP, то тогда и вы будете иметь возможность только из стен ВУЗа выходить в библиотечную систему. Если же каждый пользователь у вас идентифицирован как личность в системе, да, посредством пин-кода, тогда вы можете выходить из любого места, где есть интернет. Вот и все. Есть, правда, один нюанс, связанный с тем, что вы должны следить за тем, чтобы у вас были закрытые сессии. То есть нежелательный момент, когда вы вошли на работе, оставили компьютер включенным вместе с включенной системой, потом пришли домой и снова запустили книгофонд. В этом случае книгофонд посчитает, что это неправомерный вход, и, возможно, вам придется обратиться в техподдержку в этом случае. То есть следите, чтобы у вас не было нескольких открытых книгофондов на разных компьютерах одновременно. А так, да, можете, можете из дома, разумеется. Ну вот, те требования, которые есть к системе, они не очень большие, практически на любом, но в современном браузере можно выйти в интернет и работать с нашей системой. Вот, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari и Firefox. Ну, все основные системы. Вот. Ну, еще раз не забывайте обновлять браузеры, потому что браузеры устаревают и иногда происходят неприятности при использовании старых браузеров, особенно интернет-эксплорера. Ну вот, да, я вижу, Алексей подхватил тут эстафетную палочку и отвечает на вопросы. Спасибо. Для работы системой вам потребуется Adobe Player версии 10 или выше. Ну, Adobe Player, Flash Player, как правило, сам обновляется в системе и старается установить себя в самую высшую версию, тем более, что к этому его побуждают те же браузеры, которые периодически бракуют плагины от предыдущих версий, как не отвечающие безопасности. Вот. Поэтому Adobe Player, как правило, у вас самый последний. Но надо убедиться, что в тот момент, когда вы заходите в систему, все-таки он установлен, потому что иногда бывает конфликт, что предыдущая версия уже браузером забракована и отключен плагин, а новая еще не обновилась. Иногда такие вещи бывают. Поехали дальше. Вот главная страница книга фонда выглядит достаточно просто. По сути дела, все, что вам на самом деле надо ежедневно, это вот эти три позиции для поиска по книгам. Ну и, разумеется, сам поиск. Поиск в современной информационной системе это одно из самых главных, одно из самых главных преимуществ, собственно, электронной библиотечной системы над традиционной библиотекой, когда поиск осуществляется на лету. И сразу после поиска возможен доступ к тому, что было найдено. Вот несколько слайдов, посвященных регистрации, я пропущу. Тут, на мой взгляд, все достаточно прозрачно. Вы можете скачать этот файл либо из вебинара, либо из личного кабинета библиотекаря. Чуть попозже мы коснемся функционала библиотекаря и посмотреть эти части. Итак, собственно, пользование системой. По поводу поиска поговорим чуть позже, а сейчас по поводу каталога. Традиционно в каждой библиотеке есть каталог. И каталог бывает разный. Как известно, по разным принципам можно каталогизировать литературу, ну и контент вообще. По поводу поиска чуть попозже поговорим. А каталоги в книгофонде бывают такие. Во-первых, по дисциплинам. Во-вторых, по ББК. Это то, что близко по классификации ББК. Это то, что близко библиотекарям. Вряд ли конечный пользователь будет искать по ББК. Но иногда бывает и такой случай, когда он знает, что необходимая книга находится в таком-то разделе ББК. И надо, как говорится, прошерстить весь весь фонд по данному подразделу. Тем не менее, вот по дисциплинам. Ну, понятно, что дисциплина это понятие немножко виртуальное, потому что в разных вузах дисциплины называются немножко по-разному. Но, тем не менее, есть тут нечто общее, за что можно уцепиться. И конечному пользователю, такому, как студент и преподаватель, часто удобнее всего искать именно по дисциплине. Потому что он всегда может найти либо точное название своей дисциплины, либо ее аналог, и вот по этим аналогам посмотреть все, что есть в электронной библиотеке. Ну, или если не все, то внутри дисциплины уже включить поиск по внутри дисциплины и там уже поискать. Кроме поиска по дисциплине, как я уже говорил, вот есть поиск по ББК. Ну, для если ББК это такой традиционно библиотечный способ каталогизации, то для учебной литературы важны еще вещи, связанные со стандартами именно учебными и вузовскими. поэтому есть еще два вида каталогизации. Это по УГС, это укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, и по АКСО. Это тоже классификация учебной, учебная классификация такая. Вот, УГС на уровне старших индексов существует, если не изменяет память, 51, и вот по вот этим вот укрупненным группам специальностей тоже есть классификация, она аналогична дисциплинам, но она больше соответствует тем учебным планам, которые существуют в вашем ВУЗе. Если поиск по дисциплине это основной способ поиска студентами, то поиск по УГС и по АКСО это основной способ, ну, один из основных способов поиска преподавателями и библиотекарями. Ну, вот, аналогично это АКСО и два дополнительных случая каталогизации это литература для среднего профессионального образования для СПО, для колледжей, она выделена в отдельный класс, с тем, чтобы те, кому интересен вопрос среднего специального образования, они для них была бы отсеяна та литература, которая к ним не относится, и они бы работали изначально с меньшим набором литературы, только с той литературой, которая интересна им. Ну, еще вот здесь не показано, есть еще литература для аспирантуры, тоже аналогично. после того, как вы выбрали какой-то раздел, выпадает список книг, алфавитный список книг, в котором вы можете искать. Если раздел небольшой, то можно все эти книжки просмотреть, но иногда в разделе находятся тысячи книг, и поэтому удобно воспользоваться поиском уже внутри раздела. Ну, либо листать книжки дальше, если вы знаете точное название, то можете долистать до того момента. Ну, поиск он в любом случае удобнее. Теперь, собственно, о поиске. Не обязательно в поиск выходить из раздела, можно начать ваше чтение с того, что вы воспользуетесь поиском, то есть не заходить вообще в классификаторы никакие. Ну, более того, скажу, что для современных студентов, конечно, воспользоваться сразу поиском это наиболее естественный для них способ поведения, потому что это люди старой закалки привыкли сразу лезть в каталог и смотреть там по его ветвям ходить и смотреть, какие есть классификации, какие есть рубрики, подрубрики и так далее. А современный человек, он просто входит в систему, находит сразу, где можно ввести слово для поиска и начинает работать с поиском. Когда поиск системе организован хорошо, это в общем-то на 99% всегда заменяет любые каталогизаторы. Вот. Ну, как всегда в системе в хорошей информационной системе есть просто поиск обычный и расширенный поиск, который вызывает вот такую вот систему фильтрации поиска. Система фильтрации в поисках книгафонде есть по названию, по автору, по издательству, по году издания от и до. Любой из этих параметров можно выставить. Ну, и по ключевым словам. Либо по какому-то еще разделу. Все эти фильтры, они друг с другом взаимодействуют по закону логического И. То есть поиск пытается найти книги, удовлетворяющие одновременно всем условиям фильтрации. Ну, и что касается самого словосочетания в строке поиска, то можно использовать настройки любой из слов, все слова в любом порядке или точная фраза. Ну, понятно, что точная фраза это можно использовать только тогда, когда вы стопроцентно уверены в том, что, например, название именно такое и ни на букву не отличается. поэтому по умолчанию поставлено любое из слов как самый мягкий вид поиска. конечно, любое из слов оно и может привести к поисковой выдаче очень большой, в которой приходится производить поиск дальнейший. Ну, хочу сказать, что в информационной системе книга фонда точно точно так же, как и в любой другой поисковой системе поиск является при количестве книг 170 тысяч поиск является одной из компетенций, которой студент должен овладеть. Собственно, вот он это касается не только книга фонда, это вот в настоящем мире это одна из тех компетенций, которая просто является базовой и на которой строится дальнейшее образование любого человека, поэтому не буду дальше агитировать вас за поиск. Понятно, что это один из самых удобных способов поиска информации, нахождения информации. Ну, вот мы наконец в списке нашли ту книжку, которую мы хотели, ну, или предположительно, которые мы хотим прочитать и вот размышляем над тем, думаем, прямо сейчас прочитать или потом. Есть вариант отложить эту книжку для прочтения потом, потому что список не закончен, вы можете хотеть найти еще какую-то книжечку, да, поэтому вы вот, вот здесь есть стрелочка, можете использовать кнопочку положить на полку, это означает, что в вашем личном кабинете отметятся те книжки, которые вы отобрали, потом эти книжки отдельно от процедуры поиска можно уже в режиме, спокойном режиме читать и из них делать какие-то выписки, ну, или просто читать. Вот, а можно содержание есть, а по поводу библиографического описания пусть Алексей ответит, я, честно говоря, не помню, есть у нас библиографическое описание или нет, такой вот, как в университетской библиотеке онлайн, ну, понятно, что вот такая вот информация навсегда присутствует, да, ну, это не совсем библиографическое описание, но похоже на него. вот, итак, мы книжку отобрали, что дальше, да, да, ну, вот тут есть информация о том, что личный кабинет, то есть те отобранные книжки, он становится доступен после авторизации. Дело в том, что некоторые операции в книгофонде возможны даже без авторизации, по пин-коду или по IP-адресу просто посредством обычной регистрации даже неоплаченной. То есть книгофонд не является полностью закрытой системой. Ну, вот, все-таки для чтения правной литературы вам необходимо будет авторизоваться. да, ну, вот тут описывается как раз моя книжная полка, в которой лежат какие-то книжки, которые можно читать. Кстати, эта книжная полка, она доступна будет и непосредственно из экрана читалки, которая обеспечивает собственно чтение книжки. Ну, и вот мы наконец решили почитать книжку нашу. Открываем ее в читалке. Читалка, она такая достаточно простая. Содержит все те инструменты, которые нам знакомы по другим EBS, либо по ридеру PDF-файлов, в которой бесплатный Adobe Reader есть практически на каждом компьютере. Что это за кнопочки? Кратко их опишу. Это кнопочка «Как показывать книгу в виде одной страницы вертикальной либо двух вертикальных страниц». Дальше есть ряд кнопок, которые управляют масштабом либо режимом полноэкранным либо неполноэкранным. Разумеется, для тех, кто хочет только читать книгу и ничего больше, полноэкранный режим самый подходящий, самый крупный шрифт. Особенно у тех, у кого уже начались проблемы с зазрением, как у меня, например, полноэкранный режим подходит лучше всего. страницей. Ну и следующая группа кнопочек – это кнопки управления чтением. Вперед-назад конкретный номер странички можно набрать, то есть двигаться как последовательно по книжке, так и целенаправленно, прямым доступом к конкретной странице. Опять же, ничего в этом такого особенного нет. Ну и есть очень полезная кнопочка – это сделать закладочку. Закладочка образуется вот здесь в виде номера странички. Вот такие закладки потом здесь образуются и, соответственно, внимательно читая книгу можете оставить 10-20 закладок и потом когда вам надо вернуться к этой книге, вы уже эти закладки обрабатываете и производите из них какой-то свой документ, реферат, эссе или более крупную работу какую-то. Ну и есть инструмент перехода к цитированию. Это когда вы некий кусок из книги сохраняете некий кусок из книги сохраняете и для будущего применения в виде выбранного файла. Потом из этих кусков вы можете составлять свой собственный продукт учебный или научный и соответствующим образом цитировать данную книгу. Да, ну вот тут показано то, о чем я говорил. Вот закладочка посредством нажатия на кнопочку образуется вот эта вот закладочка и да, вот и тут вот эти вот кнопки тоже тоже описаны уже на уровне показа на слайде. Про цитирование. Цитирование возможно, но невозможно посредством цитирования в связи с проблемами авторского права взять всю книгу в цитирование, да, то есть скопировать всю книгу. Если бы было доступно цитирование всей книги, то это был бы способ просто ее скачать. Вот, но правообладатели, конечно, с этим не согласны, поэтому есть некое ограничение для цитирования, оно, как правило, совершенно не смертельное это ограничение для тех, кто реально хочет работать с цитатами в книге, да, но его надо все-таки иметь в виду и, ну, скажем так, не цитировать все подряд, а вось пригодится. Ну, из сохраненных отрывков можно делать некий конспект внутри ЭБС-книгафонд. Это примерно так же, как и в ЭБС-университетской библиотеке онлайн. Ну, я, однако, думаю, что это, скорее, дополнительное некоторое свойство электронных библиотечных систем. Конечно, любому пользователю, который с текстом работает, ему, в общем-то, удобнее хранить кусочки цитат уже в готовом файле в Word. Дом или где-то, но, тем не менее, такая возможность она во всех по всей ЭБС есть, и вот в книгофонде эта возможность тоже достаточно продвинутая. Да, ну, вот здесь тоже описывается, как это производится. При переходе в режим цитирование. Текст становится доступным для выделения. Вот видите, вот здесь уже его можно, здесь выделен его кусочек, то есть курсор преобразуется в вид, когда понятно, что им можно что-то выделять, выделять какой-то текст. Ну, и потом этот текст перемещается вот сюда, и там с ним дальше можно наработать. Здесь такой простейший редактор есть, с которым можно работать, дополнять чего-то, изменять форматирование и так далее. Ну, и это если удобно работать именно внутри системы. Потом вся эта информация никуда не исчезает. Эта информация остается за пользователем на весь период его присутствия в системе. Более того, даже если в какой-то момент вуз отписался, потом снова записался, то на книгафонд эта информация сохраняется в системе. И вот как книжная полка, так и вот эти конспекты, сохраненные цитаты, они доступны пользователю постоянно. тем более, я уже не говорю от входа к входу в систему. То есть, это не то, что не кратковременного доступа информации от долговременного, вы сохраняете это навсегда. Ну, почти навсегда. Да, я об этом пока не говорил, Алексей совершенно верно написал, что то, о чем я говорю, говорил, те ограничения, они, конечно, касаются только правной литературы, то есть, непосредственно новых учебников, а та литература, которая не находится под правом, из раздела классика, она доступна для скачки, эта литература находится, ну, в широком доступе, можно сказать. Ну, да, ну, и некоторые замечания к использованию, к использованию, конспектированию, да, уж, коль скоро сохраняется эта информация навсегда, то, конечно, для нормальной работы не забывайте чистить ее, потому что, когда в этой области скапливается пару сотен цитат, то с этим уже становится работать не так удобно. В общем, как всегда, свое информационное пространство надо держать в чистоте и порядке. Да, ну, тут снова про конспекты, да, и вот, собственно, про учебную, про учебную классику, конечно, книгафонд силен не только своим фондом учебников, но и традиционно своей классической частью, частью бесплатной литературы. Эту литературу, конечно, вы можете найти, мы не скрываем, эту литературу вы можете найти и в других местах в интернете, и на торрентах она лежит, если вы интересуетесь этим вопросом. Ой, прошу прощения, я нарисовал зря тут линию, но просто надо иметь в виду, что когда она склассифицирована в виде удобных наборов, когда ее можно удобно искать, то это совершенно другой способ комфорта работы с такой литературой. В общем, более 100 тысяч вот таких вот книг, они, конечно, сконцентрированы в одной системе с поиском и рубрикатором, это, конечно, очень удобно, поэтому даже в случае возможности нахождения такой литературы вне ЭБС пользоваться и внутри ЭБС достаточно комфортно. Да, ну и вот внутри вот этого классического фонда есть еще такой раздел, как букинистическая литература, то есть литература прошлых веков или начала 20-го века. Хочу, кстати, заметить, как большой любитель литературы, русской литературы начатого 20-го века, что в конце 19-го, в начале 20-го века издательское дело в России находилось в своем расцвете и в это время было выпущено столько интересных книг, столько энциклопедий, которые потом в 20-м веке и в 21-м веке иногда и не были даже повторены по качеству, по иллюстративному ряду, по полноте и так далее. Поэтому вот пользуясь этой букинистической литературы можно найти очень интересные книги и особенно для тех людей, которые занимаются контентом и которым интересен иллюстративный ряд. Как известно, в современном информационном обществе иллюстративный ряд играет большую роль. Вот в этом количестве литературы можно найти огромное количество изданий ярко иллюстрированных, из которых можно совершенно бесплатно, потому что это литература свободного доступа, брать иллюстрации, использовать. Это просто огромный кладезь иллюстративной базы литературной, которую надо, конечно, использовать. техподдержка сейчас другая. Я сейчас расскажу по поводу техподдержки нашей. Наверное, саппорт Снегафон РУ сохранилось, а по поводу телефонов немножко по-другому. прежде чем перейти к краткому описанию функционала библиотекаря, я хотел бы вам дать ссылочку на одну сейчас одну минуточку вот на один ролик в ютюбе. этот ролик был записан еще почти два года назад, но почти все здесь сохранило свою почти все сохранило актуальность и можно этот ролик использовать. Ролик был сделан не нами, это одни просто запись с экрана презентации, которая была сделана одним из пользователей системы книгофонд и которая потом была выложена в ютюбе. Я считаю, что этот ролик достаточно хорошо описывает все то, что я сказал, и если ваши слушатели впоследствии от вас попросят информацию о том, как пользоваться книгофондом, вы можете сослаться либо на запись сегодняшнего вебинара, который появится на нашем канале в ютюбе, либо на вот эту короткую 20-минутную запись, которую тоже можно вполне использовать. Ну, а теперь пару слов собственно об админке книгофонда или о той части, которая видна глазами библиотекаря. Ну, вот на главной странице вы сразу можете видеть все контакты, которые необходимы вам для связи с вашим менеджером по системе. Это Алексей, который сейчас находится в чате. Это информация прямо на главной странице административной части книгофонда находится. при входе в систему вы сразу попадаете во вкладку общие документы. На мой взгляд это очень правильно, потому что вы сразу попадаете в систему, где вы можете скачать основные PDF-файлы по тому, как пользоваться системой, как регистрироваться в системе, различные руководства и так далее. Чем выше находится документ, тем он актуальнее. Основные документы на самом деле наверху и находятся. Составленные эти PDF-файлы достаточно грамотно, красиво и хорошо сверстаны. Их можно не только использовать самим, но и распространять среди своих пользователей. ну и одна из основных функций системы административной системы книгофонда, то, что видно глазами в библиотеке, это статистика. Статистика есть трех типов. Это статистика по основная, большая статистика, статистика по книгам и статистика по разделам. Но вот, к сожалению, очень широко развёрстана при вставке в презентацию пришлось слегка сжать. Вот так выглядит основная статистика. Она, это статистика по тем пользователям, которые вошли в систему при помощи наших карточек. Показано, сколько они читали, чего, сколько страниц считано, сколько конспектов, сколько закладок поставлено. Эту же самую информацию вы можете взять по файлу Excel-файлу, то есть загрузить в виде Excel-файла и потом уже с ней оперировать внутри Excel. Это гораздо удобнее, просто потому, что всегда внутри системы типа Excel-файла удобнее работать, нежели в системе, которая в браузере отображается. Ну, по крайней мере, мне удобнее. второй вид статистики это статистика по книгам. можно просмотреть по каждой из книг, какая была у нее непосещаемость, сколько раз ее запросили, сколько сделали закладок, есть ли там конспекты и так далее. Обращаю внимание, что несмотря на то, что книг сразу отображается достаточно много, то есть не на одной странице, на многих страницах, то есть все книги, которым имелся доступ в системе, но система фильтров вот здесь вот, не фильтром, а прошу прощения, система ранжирования вот здесь вот она позволяет например выставить книги либо по алфавиту, либо по количеству запросов книги, либо по количеству закладок книги, либо по количеству конспектов сделанных на данной книге, таким образом проверить какие книги были самые посещаемые и понять, что важно и что не важно для ваших студентов. Ну и потом эту информацию можно использовать в других каких-то случаях, например, там для формирования книгообеспеченности и так далее. Здесь не показано, но точно так же, как и в предыдущем случае, можно скачать это в виде файла Excel. Ну и третий способ это по разделам. Это здесь библиотекарь получает информацию о том, какой информационный раздел, какой раздел знаний более востребован в УЗе, нежели другие. Ну, как правило, и так понятно, что если ВУЗ, допустим, экономический, то будет больше гуманитарных отраслей отражено. Если ВУЗ технический, то, соответственно, больше технических отраслей. Но иногда, я думаю, тут вас может ждать и некоторые сюрпризы, которые явно не следуют из направленности вашего ВУЗа. Именно для того, чтобы вот это все посмотреть, существует эта статистика. По большому счету это все. Админка в книгофонде такая же простая, как и сама система для читателей. И на этом, собственно, наш час практически истек. И стекла моя информация, которую я хотел вам довести. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу их задавать в чате, мы с Алексеем постараемся на них ответить. Ну и я хотел бы пригласить вас в книгофонд. Это самая старая, но и обновленная, актуальная электронная библиотечная система. И на мой взгляд, она сейчас переживает второе рождение. мы хотим, чтобы вы ею пользовались и получали бы от этого удовольствие. Ну, я думаю, что по ценам Алексей ответит. Возможно, цены это не то, что можно одной цифрой опубликовать сейчас в чате. Да, есть какие-то по этому поводу ценообразование более сложное. Так что вот вопросы цены это к Алексею. либо сейчас, либо по тому адресу, который здесь приведен был, да, мною. Вот, либо по телефонам. Да, ну, хочу сказать, что, да, хочу сказать, что общими словами, да, что книга-фонд это библиотечная система с точки зрения ценообразования более демократичная, чем другие системы. Не хочу противопоставлять книга-фонд университетской библиотеки онлайн. Это просто два разных информационных зверя, да, вот, и, соответственно, их по цене тоже не имеет смысла сопоставлять, но вот, на самом деле, если вы хотите демократичности в ценах, то книга-фонд это одна из возможностей. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Я надеюсь, что мы в основном рассказали сегодня о тех возможностях книга-фонда, которые имеет эта система, и дали вам возможность с одной стороны получить те документы, которые вы можете получить, с другой стороны дали вам возможность знания о том, как вам просвещать ваших студентов и преподавателей, если они будут вам задавать вопросы, ну, и тем, кто еще с системой книга-фонд не знаком был, до этого пригласить в систему и попытаться сделать вас нашими пользователями. Вера Сергеевна, но это как вам угодно, да, мы, я еще раз хочу сказать, что мы внутри директ-медиа не относимся ревностно к все наши дети, они наши дети, в том числе и книга-фонд тоже, ну, и университетская библиотека тоже. Коллеги, ну что ж, я сейчас покидаю эфир, как всегда, в течение пяти минут я еще останусь на связи, если будут в системе, мы с Алексеем пока пять минут здесь, потом уйдем, так что, если какие-то вопросы еще есть, то задавайте в чате, мы на них ответим. Спасибо всем, кто пришел, мы всегда рады, когда на наших вебинарах приходят какое-то достаточное количество людей, вот, и зову вас